Привет, друзья! Мы встречаемся с вами регулярно, разбираем рационы известных людей. Я рад, что на вас произвела впечатление Виктория Бэхом и ее рацион, хотя, конечно же, есть разные мнения, и вы всегда спорите. И мне, признаться честно, очень нравится то, что мы спорим, и то, что есть о чем поспорить. Потому что питание, это, наверное, та сфера, где нет абсолютных истин. Есть индивидуальный опыт каждого человека, есть попытки понять свой организм, и как раз этими попытками мы с вами здесь и занимаемся. Я надеюсь, что многие рецепты из тех, которые мы применяем, и многие идеи, которыми я с вами делюсь, вы применяете в своей практике. И сегодня, по многочисленным вашим просьбам, мы будем разбирать рацион Брэда Питта в подготовке к бойцовскому клубу. Окажи мне услугу. Да, конечно. Ударь меня посильнее. Что? Я хочу, чтобы ты меня изо всех сил ударил. Я надеюсь, что многие из вас сейчас обрадовались. Итак, каким образом Брэд Питт готовился к съемкам в фильме «Бойцовский клуб»? Самосовершенствование – это анонизм, а вот саморазрушение… Извините. Во-первых, фильм отличный, чего и говорить, да. Прошло много времени, почаще бы выходили такие фильмы на мировые экраны. Но, наверное, суть этих фильмов в том, что они появляются крайне редко. Итак, Брэд Питт. Рост 180 см. Вес 78-79 кг. Визуально, в принципе, похоже на правду. Вот это вот соотношение роста и веса. В большинстве фитнес-изданий в мире считается, что Брэд Питт – чистый эктоморф по типу телосложения. Не соглашусь я с этой позицией, пожалуй. Я думаю, что Брэд Питт вообще как бы в чистом виде, по типажам телосложения, людей очень-очень мало. В основном это смешанные типы. Я бы сказал, что Брэд Питт на половину либо процентов на 70. Этоморф, без вопросов, и немного эндоморф. То есть, по нему видно, что все-таки он мог бы, если бы захотел, набрать мышечную массу, и ему бы не препятствовало, как некоторым людям, да, как тот же Snoop Doggy Dog, да, или там Выс Халифа. Вот этим людям сколько, да, сколько они не будут есть, у них все равно, понятно, они будут костлявые такие, да, похожие на швабру. Вот, Брэд Питт все-таки парень по плечистие, и есть у него предрасположенность к набору мышечной массы, это явно признаки эндоморфа. Но по количеству подкожного жира, по крайней мере, если он не сходит с ума на диетах, а я думаю, что он этого точно не делает, у него все-таки процент подкожного жира достаточно невелик. Сейчас мы посмотрим, каким образом в подготовке к бойцовскому клубу поддерживался низкий процент подкожного жира, но в то же время стояла задача увеличить хотя бы немного мышечную массу, благодаря регулярным тренировкам и правильному сбалансированному питанию, естественно, под присмотром персонального тренера. Итак, рацион Брэда Питта. Сейчас вы видите его на своем экране, начинает появляться первый, второй, третий, четвертый. Семь приемов. Принципиальный упор был сделан на то, чтобы не проходило больше трех часов без поступления пищи в организм. Первое правило. Второе правило. Низкая калорийность на завтра. Вот это один из спорных моментов. На эту тему я призываю вас высказываться в комментариях, потому что я во все времена считал, что все-таки завтрак даже на диете должен быть достаточно плотным. Тренеры, которые работали с Брэдом Питтом, логику применяли следующее. На завтрак дать дефицит углеводов и дать кардио, считая, что организм утром находится в состоянии энергетического дефицита. Это факт, это бесспорно. И на фоне энергетического дефицита будет дана кардионагрузка, то есть организм уже своего рода в катаболическом состоянии, и процесс жиросжигания включится еще быстрее. Но все-таки углеводы поступают. Это овсянка в объеме 75 граммов сухого веса. Это очень-очень скудное количество углеводов. Об этом можно подумать, но идея интересная. Дальше второй прием. Тунец с тостом, то есть еще небольшое количество углеводов поступает в организм, но загрузки как таковой все еще не происходит. И вот третий прием, который происходит за два часа до силовой тренировки. Потом будет съеден еще банан, но это мы сейчас как бы не учитываем. Но за два часа до тренировки в третий прием происходит некий загруз двумя куриными грудками, 100 граммами пасты с брокколи, с песто и с небольшим количеством сыра. Друзья, и именно это блюдо сейчас. Я уже даже начинаю говорить об этой пасте или макароны, говоря по-русски. Давно это было. Сегодня есть хороший повод поесть пасту с брокколи, с песто. Я уже заготовил ингредиенты, и мне прям не терпится закинуть это в нашу технику для того, чтобы приготовить что-то такое, чем я с вами поделюсь. За здоровье Брэда Питта и за ваше здоровье я начну приготовление третьего приема пищи. Ну что это такое? Паста-то всего 100 граммов, а я тут разбрасываюсь ей. И довольно большое количество брокколи. Я уже говорил вам, что брокколи я люблю. По вкусу, мне кажется, очень прикольный. Овощи? Да, это же овощи. Беколь. Не надо ничего мыть. Оно помоется, все там. Зачем оно будет кипеть? Зачем его мыть? Так. Установите температуру и нажмите кнопку ставить. Ну вот, 100 граммов пасты. Сухой вес, это где-то 75 граммов углеводов, но на фоне двух коренных грудок, на фоне брокколи, естественно, песто, сыр, это такой, так скажем, значительный прием пищи, прямо скажем. Но на тренировке силовой все это будет израсходовано, естественно, и пойдет в ход, превратится в гликоген, который складируется в мышцах, или просто даст, как таковой, необходимый уровень сахара в крови для того, чтобы провести активную силовую тренировку. Плюс, как я уже сказал, да, четвертый прием пищи перед тренировкой будет съеден банан после тренировки, сывороточный протеин. И потом, по прошествии времени, причем само удивительное, что углеводное окно не закрывается, но зато через полтора часа происходит еще одна загрузка углеводами и белком. И последний прием пищи перед сном, седьмой уже у нас прием пищи, зерненый творог, по-русски, в Америке это называется коррид чейз, коррид чейз, это дословно, это как домашний сыр, но из российских продуктов наиболее близок к этому зерненый творог. Естественно, не жирный, то есть это козеиновый протеин из природного источника, то есть это так называемый slow release или как медленный-медленный протеин, который будет снабжать мышцы, которые испытали достаточно значительную нагрузку на тренировки, в ночное время будет их подпитывать. Таков рацион. Какова логика этого рациона? Я бы сказал так, что из необычных вещей это скудный завтрак, из интересных вещей это мощный загрузочный прием за два часа до тренировки и через полтора часа после, то есть создается некий фон вокруг тренировки, когда организм явно не испытывает недостатка в питательных веществах для того, чтобы поддерживать мышцы, то есть мышцы не входят в состояние катаболизма. Но утром, благодаря тому, что делается кардио и скудный прием, некий катаболизм присутствует, но, видимо, считается, что мышцы не пострадают, потому что все-таки тело находится в движении. Суммарно порядка 200 граммов углеводов в сутки по белку, порядка тех же самых 200 граммов получается, если учесть еще и белки из углеводистых продуктов. При весе 78 килограммов у Брэда Питта это у нас 2,5 граммов белка на килограмм веса, прям смело. Причем, заметьте, как вот эта математика адаптируется под конкретные предрасположенности конкретного человека. То есть, если Брэд Питт эктоморф с небольшим смещением на эндоморфа, как по камере, да, по моему мнению, то дается обилие белка и достаточно хорошее количество углеводов, потому что эктоморф не пострадает от углеводов даже в количестве 2,5 граммов на килограмм. То есть, заметьте, если мы с вами бывали когда-то и на одном грамме углеводов на килограмм веса тела, да, когда я говорил о своей диете, например, или на 2 граммах углеводов на килограмм веса тела, то у Брэд Питта это 2,5 при желании все-таки подсушиться немного к бойцовскому клубу или хотя бы, да, увеличить мышечную массу без увеличения подкожного жира. Ну вот, вот у нас все и готово. Ну-ка. Прикольно. Вот что мне сейчас делать, вот скажи мне? Мне нужна вот эта вот штука. Ну, только эта маленькая лучше. Вот такая? Вот такая. Ты серьезно? А как я вылавливать-то буду? Блин, вот я вообще с бася. Нет, смотри, что тебе нужно делать. Чего? Это не так работает. Ну-ка, ну ты скажи так. Смотри, вот это, давай я буду держать, вот это я держу, а ты бери эту штуку. Куда? Ну, давай. Ну, ты выливай сюда, а я здесь. Ну, давай. Держи, треска. Это что-то, да? Это же похоже уже на блюдо. Сейчас, ребята, это я еще не доготовил. Сейчас супер, супер специалист в кулинарии вам покажет, как это делается. Что сначала, сыр или песто? Ну, я вам скажу, что песто пахнет вообще. Друзья, чуть-чуть еще терпения. Больше даже не вашего, а моего терпения, потому что я хочу это есть уже дело. За ваше здоровье, друзья. Буду это есть с чувством благодарности. За то, что этот блог существует. Это все благодаря вам, естественно. Вот, ну а для меня удовольствие поесть вкусную пищу. Есть оправдание съесть порцию макарон. Просто вообще смолочу вот это все. Но сначала надо вас отпустить. Ребята, короче, что я вам хочу сказать. Пишите свои комментарии. Естественно, я все время вас призываю, но вы и так это делаете. Мы будем продолжать разбирать рационы. Я услышал от вас насчет Кличко. Подумаем по Кличко. Конечно, такой неоднозначный бой был с Поветкиным с точки зрения духа. Ну, вы все, наверное, разделите мое мнение, что, конечно, Александр Поветкин показал дух. Вот, Кличко показал стратегию. И такую, да, определенную тактику, которую, по-моему, никто не может преодолеть. Но мы не об этом, да, мы не столько о боксе, сколько о физической форме. И действительно, его физическая форма, процент подкожного жира и в целом пропорция вызывают уважение. И об этом, конечно, можно поговорить. И, возможно, мы это и сделаем. Так что, до новых встреч. Пока.